всем привет давайте попробуем научиться делать шаблон для перекидного календаря в который можно будет вставлять любые фотографии и соответственно делать уникальные календарики я покажу как бы я это делал на примере одного из месяцев пусть это будет месяц июль для начала я фотошопе создаю новый файл создать 300 точки разрешения и размер у меня будет а 3 то есть 420 на 297 миллиметров нажимаю ok два раза кликаю вот здесь и делаю это обычным слоем а теперь мне нужно его залить я хочу залить его зеленым каким-нибудь летним цветом допустим пока вот таким выбрал цвет беру ведерко и выливаю его сюда далее создаю новый слой и теперь мне надо расположить как-то определить место для фотографии я выбираю инструмент прямоугольник захожу в настройки и здесь ставлю стандартные размеры фотографии 15 на 10 сантиметров и рисую вот такой прямоугольник правой кнопкой на нем щелкаю выполнить заливку делаю его здесь выбираю белый вот контур мне не нужен я делит и удалил а вот это у меня будет обозначать фотографию но какая-то она маленькая поэтому я нажимаю control т и за уголок удерживая shift вытягиваю и вот до такого размера примерно нажимаю enter теперь нужно мне как-то добавить игривости немного поэтому я опять нажимаю control т и вот здесь вот угол задаю минус 5 градусов нажимаю enter и вот так вот у меня теперь фотография под углом немножечко опять control т сделаю и по размеру посмотрю ну наверное вот так где-то до нажимаю enter вот так у меня будет располагаться фотка теперь мне нужна сетка для этого месяца сетки я уже делал в другом видео и на моем сайте вы найдете где их можно скачать ну и к этой статье к этому видео я тоже их наверно приложу чтобы их сюда поместить поместить сетку нужно зайти в файл поместить и вот у меня этот файл календарная сетка поместить вот такая сетка на весь год я нажимаю enter правой кнопкой на новом слое где сетка и растрировать его делаю а теперь беру инструмент выделения и выделяю вот он месяц июль у меня вот здесь а выделение инверсия и нажимаю delete лишние месяцы я убрал снимаю выделение control d и перетаскиваю ее сюда эту сетку нажимаю control t на трансформация и минус 5 раз делаю и растягиваю ее по размеру фотки где-то примерно вот так ты нажимаю enter это все дело можно выделить с шифтом то есть фотку и сетку и подвигать по располагать как и как будет поинтереснее на ваш взгляд мне кажется вот так нормально будет нажимаю enter а теперь я еще одну вещь сделаю перейду на нижний слой зеленый но зажму control и щелкну по иконке здесь появляется выделение правой к выбираю инструмент вот этот вот выделение правой кнопкой на выделение и трансформировать выделенную область немножечко и и растягиваю вот так а создаю новый слой правой кнопкой и трансформировать выделенную область и вот здесь вот угол задам минус 5 на у меня повернулась enter и перетаскиваю ее вот сюда вот так и на этом новом слое делаю заливку но зеленый беру уже немножечко посветлее такой салатовый какой-нибудь вот такой вот и ведерко и заливая это чтобы было лучше видно сетку control d я снимаю выделение но тут видно что у меня когда тут щель образовалась да но это ничего пока ничего не будем трогать все нормально а теперь мне нужно перейду сюда наверх и буду создавать название месяца и год выбираю инструмент текст вот он щелкаю произвольно и пишу июль выделяю назначаю цвет красный и здесь выбираю шрифт какой нравится мне вот этот нравится нажимаю control т на этом тексте и вот здесь тоже задаю угол минус 5 он у меня повернулся я располагаю примерно вот где-то здесь и нажимаю enter и теперь нужно год снова выбираю текст пишу 2013 допустим в случае с годом мне этот шрифт не нравится я выберу инструмент выделю его и поменяю здесь на другой на такой и точно также нажму control т и и поверну его вот здесь вот на минус 5 расположу где-то пусть будет вот где-то здесь сделать чуть поменьше вот здесь будет у нас год нажимаю enter а давайте теперь попробуем немножечко этот текст весь украсить ну перейду на июль вот сюда два раза кликнул и в окне стиль слоя внесу некоторые вещи например я сделаю обводку сделаю белым белой чуть-чуть потолще сделаем а далее сделаю тень небольшую вот такую тенюшечку но здесь настройки вы видите и может быть еще сделаю тиснение небольшое перейду вот сюда натиснение а здесь выберу тень темно-красного чтобы у нас не так мрачно было и глубину посмотрю но так вот сделаю нажима ok и скопирую вот здесь вот правой кнопкой нажму скопировать стиль слоя перейду на 2013 и здесь вклеить стиль слоя и вот теперь они у меня с одним стилем есть а также можно вот эти цифры сетку тоже добавить эффект чтобы было лучше видно поближе немножечко посмотрим но это на усмотрение на ваши попробуем сделать например внешнее свечение можно сделать но мне кажется здесь будет более уместно обводка белая но естественно надо ее поменьше сделать хотя можно ее конечно и не делать на светлом принципе и так нормально смотрится но это вы сами для себя решите теперь нам понадобится скраб наборы так называемые то есть это наборы элементов картинок у которых отсутствует фон и которые можно накладывать свои композиции эти наборы как правило объединены объединены какой-то общей тематикой например есть которые посвящаются лету зиме там автомобилям путешествием еще чему-то и все это можно найти легко в интернете то есть набираете скраб наборы лето например и у вас выпадает куча ссылок вы скачиваете и применяете я уже скачал парочку и попробую сейчас применить для своей работы вот здесь у меня скраб наборы а вот такие вот элементы различные которые я могу поместить на свое изображение на самом деле они должны вот вы просто открываете свою папку до берете какой-то элементы перетаскиваете он должен вас падать прямо туда photoshop но у меня почему-то не работает явно не знаю почему здесь это не работает эта хрень у вас должно я могу сделать вот так вот у меня есть файл поместить и нужные мне вещи сюда закидывать и сейчас я выбираю элементы которыми я буду украшать свой шаблон вот они у меня здесь есть но посвященные лету а вот мне нравится вот эта корзинка нажимаю поместить регулирую размер угол сделаю тоже 5 градусов вернее минус 5 и думаю что она у меня будет хорошо смотреться вот здесь вот так вот ставлю эту корзиночку а далее опять ну я в своем случае поместить вы можете просто перетаскивать у вас работает эта функция фотошопе и выбираю следующий какой-то элемент а вот цветочек поместить я делаю вот так делаю поменьше и еще где-то здесь был вот цветочек тогда тоже пригодится ну давайте еще я цветочек возьму какой-то тут есть еще вот он вот у меня цветочки вот они у меня эти элементы и я их сейчас расположу вот так надо их конечно трансформировать контру т подогнать под размер здесь ну вот так вот вот этот я помещу наверх он красивый такой тоже сделаю контрл т и его разверну немножечко сделаю так в общем тут на самом деле такая творческая вещь и у вас это все может быть по-другому то есть это тут нужен индивидуальный подход каждой композиции то есть кому как нравится я не могу навязывать вам какие-то догмы здесь это очень творческое занятие если вы человек не творческий то возможно у вас вызовет это какой-то напряг ну вот так вот я сделаю но что тут мне эти цветочки лучше поместить я их все с шифтом выделил их лучше поместить под белую этот под фотографию то есть вот так вот они у меня пускай торчат например да и давайте посмотрим что я еще могу здесь добавить ну вот вот эту вот девочку я добавлю здесь нажму центр и перемещу ее наверх она у меня будет над фотографией но сделаю ее поменьше пусть будет она здесь что там у нас еще интересного есть но здесь божья коровка например пусть она тоже поучаствует коллаже на общем я думаю принцип вы поняли что тут надо делать и получится ваш у вас композиция гораздо лучше чем у меня я просто в этом уверен а я пока молча закончу свою композицию вы можете посмотреть что у меня получится ну вот наверное хватит здесь этих элементов летних сильно перегружать я думаю картинку тоже не стоит а а теперь нам осталось все это вместе объединить чтобы это не было много слоев то есть я вот смотрю вот они у меня эти все элементы и я с шифтом их выделяю вот так те которые под фотография я выделил правой кнопкой объединить слои и то что над фотографией я тоже вот их объединю правой кнопкой объединить и вот здесь вот у меня еще какой-то один затерялся я его вот сюда и вместе тоже объединю а после этого можно еще немножечко с фоном поработать вот здесь вот на зеленые перейти и сделать новый слой и попробовать какой-нибудь кистью вот здесь вот в наборе стандартной кистей есть например листочки и можно выбрать белый цвет и попробовать эти листочки понакладывать но вот это мелко можно добавить размер ну скажем вот так сделать чтобы немножечко этот фон разнообразить а либо можно опять же скачать из интернета кисти я тоже это сделал зайдем в кисти настройки загрузить кисти и здесь вот меня четыре набора зимний осенний весенний летний это весна это зима вот это по моему лето да вот тут вот у меня цветочки разные появились можно их попробовать поставить разного размера натыкать везде побольше теперь взять другие ну то есть это опять же такая творческая задача очень не нужно делать их слишком слишком выделяющимися какими-то поскольку это все-таки фон но в общем сделайте так как вам подсказывает ваша фантазия а после этого этот слой можно вот сюда в номер еще перетащить чтобы то что у нас здесь тоже отразилось ну вот примерно так а на этом вроде бы шаблон у нас закончен и теперь нам осталось поместить сюда уже собственно фотографию которая будет участвовать в этом календаре она фотографию конечно желательно подбирать специально которая подойдет под шаблон из нескольких вариантов но я чтобы не затягивать подбирать ничего не буду возьму первую попавшуюся которая у меня есть и вставлю сюда вот такая вот фотография удерживая shift я ее сокращу нажму enter и перетащу этот слой с ней повер белого квадрата нажму контрол т и вот так вот покручу а ну вообще вот здесь вот задам минус 5 вот так и помещу ее на место белого квадрата а нажму enter этот белый с белым квадратом слой сделаю невидимым ну что сказать ну конечно перстенько получается то есть фотография в этом плане не очень удачно а то есть здесь они размазаны по всей фотографии и получаются близко к краям лучше было бы если бы конечно не ближе к мужику были эти девочки но мы добавим сюда еще эффекта вправо я кнопка расстрировать два раза кликаем и сделаем обводочку белую сделаем наверно внутри сделаем чуть поменьше вот так и сделаем тень а вот так вот настроим тень нажмем окей но тут девочка как-то фея на нее смотрит а девочка смотрит на листики ну бокс не а можно еще добавить здесь вот к элементам вот эти вот которые мы наставляли добавить тоже эффектов а чтобы их как-то немножко отделить сделать например а внешнее свечение здесь задать белый свет белый цвет окей и попробовать а вот при регулировать вот здесь вот видите да она появляется на этих элементах они немножко отдельно смотрятся ну допустим так нажать ok и здесь копируем стиль слоя и везде где вот эти элементы можем добавить вклеить стиль слоя вот здесь у нас тоже появилось это все так же если есть желание можно вот на на слой где у нас мы кистью рисовали вот эти вот цветочки на фоне можно тоже вклеить это свечение если если вам кажется что это место а ну вот как то так по этому же принципу делаются остальные месяцы то есть но соответственно подбирается тематика и у меня времена года поэтому вот все выглядит так у у вас может быть какая-то другая но используя скраб наборы вы можете комбинирует комбинировать элементы и делать а вот такие шаблоны и делать соответственно индивидуальные такие календарики пробуйте я надеюсь что кому-то это видео поможет до новых встреч а